Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о новинках декоративной косметики, которые у меня появились. Давайте начнем с бюджетных. Я решила попробовать... Я решила стать так же обладателем. И в итоге купила себе Color Tattoo 65 Pink Gold. Это вот такие тени, которые вы могли видеть у меня в видео весенний макияж, модный макияж 2016 года. Ссылочку я оставлю в подсказках, можете глянуть. Вот. Это тени вот такого розового нежного оттенка. Они очень хорошо лежат на веке. Они его подсвечивают, дают такой нежно-розовый эффект. И многие говорят, что эти тени можно использовать как базу. Однажды я решила использовать вот эти тени как базу, но я пошла на работу, пробыла там 8 часов. И в конце рабочего дня, уже, наверное, часов 6, у меня эти тени все скатались в вкладку. Дело в том, что у меня нависшая века, и такие тени, они не выдержали мое испытание моими веками. В общем-то, тени мне эти понравились. Они все-таки более устойчивые, чем стандартные тени. И я бы рекомендовала вам их приобрести, потому что все-таки цена у них недорогая. Где-то 220 рублей. Тени действительно лежат очень хорошо. Следующее, то, что выдали нам на встречу блогеров с магазина Пудра.ру. Это вот такая вот тушь от фирмы Maybelline Push Up Drama. Эта тушь имеет вот такую вот толстую щеточку. Но, кстати, для моих ресниц такая щеточка, она на моих глаз не подходит. Потому что у меня маленькие глаза, и я постоянно такими щетками очень сильно мараюсь. Здесь, знаете, что неудобно? То есть, щетка большая, и кроме этого еще щетинки, они очень коротенькие. И они очень редко посажены в шахматном порядке. И дает такой, знаете, эффект склеенных ресниц. И мне очень тяжело прокрасить нормально ресницы, чтобы они у меня были разделены. То есть, с этой тушью у меня не получается это. Поэтому, можно сказать, что эта тушь меня немножко разочаровала. Моя любимица, которую мне тоже выдали на том же мероприятии, это Vivienne Sapa Cabaret. Мне очень нравится эта тушь. Она имеет маленькую кисточку, которая как раз подходит для моих глаз небольших. Она такая, знаете, проворная кисточка, которая прокрашивает хорошо даже самые такие труднодоступные участки. И нижние реснички хорошо прокрашивают и верхние, и плюс она еще и подкручивает. Хотя форма у нее достаточно обычная. Сама тушь, она не осыпается в течение дня, она не отпечатывается. Она выдерживает, в принципе, весь день достойно. И если вы хотите себе купить недорогую тушь с отличными свойствами и качествами, то берите эту тушь Vivienne Sapa Cabaret. Тоже от Maybelline. Это мастер скульпт корректор для лица. Такая недорогая упаковка. И идет вот такой вот корректор формы лица. Такого коричневого, желтоватого, оранжеватого, даже больше оттенка. И вот такой типа как хайлайтер белый. Но на самом деле хайлайтер вообще, ну какашка, мне вообще не понравилось. Потому что, во-первых, какие-то дешевые блестки идут крупные. Вы знаете, когда только начинали делать косметику в 2000-х годах, тогда еще не было таких мелкодисперсных блесток нормальных. И все во всю косметику клали крупные блестки. Вот здесь вот такое впечатление, что этот продукт застрял в тех годах где-то еще. Вот. И мне вообще не понравился этот хайлайтер. Ничего он не подсвечивает. Эти плески очень дешевят. И вообще ужасный. А вот этот вот сам продукт, сам корректор настолько сильно уходит в рыжину. Я его себе сюда нанесла сегодня. Но я наношу его настолько мало, чтобы он не вызывал такого диссонанса, глядя на меня. И вот здесь единственное, что удобно сделано, здесь сразу же зеркальце и кисточка. Кисточка достаточно удобная. Ну, обычная, в принципе, для таких средств. Еще одна помада. Это Вельвет Инфинити Калор от Диваж. Очень красивый цвет. На лето самое то. Сейчас она, кстати, у меня на губах. Такой яркий оттенок. При этом она матовая, но она не сушит губы. Вроде бы, казалось бы, такая фирма, знаете, недорогая Диваж. А тем не менее, лучше, чем некоторые даже люксовые средства. И хорошо выглядит на губах, очень ровно ложится. И не сушит губы, что немаловажно для матовых помад. Это у меня цвет в оттенке 0,5. Хочу показать вам Пупа Спортишик. Или Спортишик, так, наверное, называется. Это вот такая палетка с тенями, которую в прошлом году, весной, мне прислала блогер Мирия Магара. Интересная. Мало того, что оформление классное, еще цвета необычные. И они имеют такой легкий перламутр, легкое сияние. И в то же время прозрачный эффект. То есть они ложатся полупрозрачной такой дымкой. Очень красиво смотрятся. Чаще всего я использовала именно розовые тона. Вот этот оранжевенький. Мне очень нравится, как он лежал у меня на глазах. И лежит. Реже я использовала зеленый, потому что все-таки к моей внешности такой, наверное, яркий цвет не очень хорошо подходит. И так, знаете, незаметно, но подсвечивают какие-то зоны на глазах. И, кстати, очень удобно. Все качественно настолько выполнено. И удобно даже в руках держать. И она такая стильная. Так что Марине большое спасибо. Если мои зрители увидят эту палеточку в магазине, я очень рекомендую к покупке. И это были все мои новинки, о которых я хотела вам рассказать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok